запись пошла внимание друзья ты перед вами меня вы уже железо знаете я не показываюсь перед вами творческая бригада под названием мало мало меньше но тем не менее ребята уже опытные саду работают вот очередной этап подготовка семян посадки существует естественная сертификация это в лесу под деревьями валяется выставлено прямо осенью перед зимой а есть искусственная задача искусственная сертификация должна максимально повторить естественно иначе или все сгнют или все не зайдут или часть поехали я надеюсь что меня слышно и так для начала так как мы делаем это для людей неопытных совершенно мы подбираем соотношение песка и воды допустим я за вас работать не собирает я учитель или где поехали для начала 5 5 стаканов тимошка отказался стоять и не видит 5 теперь стакан воды выливаем туда а я присяду я свое отработал пошите как говорил этот незабельный понятовский пилите шура гири золотые так теперь перемешиваю так как тесто и мне почему-то кажется что ты почувствовал что песка немножко ой воды не хватило я делаю я же делаю по интуиции так вот а нормально то людям или будет сильно сухой не взойдут или сильно влажность гниет вот вот на 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 ваше мнение уважаем аспирантка елена савинич есть не промес сухие места наверно еще так так теперь пробует учитель я всегда делал 6 к 1 почему начал 5 к 1 вот для того чтобы соображали немножко вот так пожалуй все хватит и так друзья запомнили песок разные у меня бывает и у него это как проницаемость разные теперь поехали дальше что мы делаем значит у нас большой объем у нормальных людей косточек может быть вот такая жменька вот такая вот и все для этого но я всегда подчеркиваю это важнейший момент который все забывают вот возьмут баночку вот такую вот потом первое начинает просыпаться всасывать всю воду оставшимся остается смотришь полежать пески и сухой песок где вода 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 внутри а половина или две трети или три четверти как были сухие так которые вот это вот каждая вещь но так как мы сделаем для людей то есть мы потом их течение январь февраль март апрель продадим вот запоминайте вот эти вот сейчас сегодня какое число 8 8 января вот первая партия для людей которые живут москва и южнее они ждет когда будут там делать март конец марта в начале апреля а вот сейчас только женщина звонила из томска потому да там получается в апреле то есть следующая банка будет попозже а если попросят сейчас вот такие вышит сама будет глядя в этот фильм теперь так сыпем на дно так это предварительная потом будет расспасовка еще давай еще немножко это будет расспасовка потому что в разное время заказывать большой большой кто это такой гигант это будет что-то такое гигант это притаптываем сейчас еще подадим не жалко песка но еще раз говорю это первый этап до высылки у кого-то большие объемы кто-то становится профессионалом с ними проще они до них именно вот так как мы сейчас сделаем это и будет нормой а тем кто живет в сибири кто живет на севере россии пока еще чуть рано так все закончился тогда мы вот что сделаем этот этап первый потому что вот это и все что у нас есть это так называемая слива китай как раз на синие вот сейчас еще половину я еще надеюсь что дать хотя и сомневаюсь но потом пойдут самые поздние у нас же чем в север не живут значит это такая тенденция тем чаще пробуют требуя еще персик вот и 100 граммов абрикоса тогда я говорю пожалуйста вот вот эту сливу посадите а на следующий год приверьте к нему персик это ваш шар северян просто персик у вас просто замерзнет поэтому три этапа раз часть продам еще это еще в неделю две-три будут торговать а часть предыдущие две недели следующий этап уже для северян вот пожалуй все теперь вот эта крышка закрывается что интересно смотрите друзья а я тороплюсь как всегда я еще как следует не это вот часть семян видно как на экране посмотрите как на экране и момент проращивания мы будем видеть и уже реагировать на него как это уже как говорится песни из другого другу не так слова из другой песни все вот это у нас сейчас поставится нет не просто дальше все сидим работать надо как и хотел быть оператором бери и делай что я буду говорить холодильнике будем открывать но правда ничего не приготовить бери в руки на нас не показывать наша мастерская это наша кухня показываю вот сюда вот отойди вот сюда вот смотрите друзья а я буду это вот это вот здесь впереди тепло там около нуля прижимают в дальние стенки что мы тогда получается в дальние стенки вот сюда если баночку мы его поставим внутрь вот здесь она может аж до следующей до это до следующей осени и не даже не взойдет то есть всегда на готове будет лежать январь февраль март апрель может его июнь здесь маленько взойдут прижатые тут 0 еще могут лежать это значит только ура теплую грядку и сразу сходит то есть мы я сейчас открою холодильник и поставлю у задней стенки у передней стенки будет та банка которая предназначена для южан почему им надо когда не маркет будут высевать надо что было готово это все цифры условные почему вот мы сейчас делали пять к одному чуть-чуть переохладить ой ой не то слово а мы вложни перегрев ну давайте вложение чуть-чуть переволожнишь ее так вот она если не сгнет то раньше взойдет еще такой момент для вот этого объема это только хранение для этого объема очень у нас мало что у меня есть ура я задним умом сейчас внимание показываю баночку пролежала с прошлого года забытая напрочь вот она вот если мы причем сухом виде и в основном тепле пролежала давайте разбегем ее это все в прошлогодние смотрите друзья вот я уверен что что-то интересное мы увидим а вот у нас даже кисть он видели проснулись проснулись халтуры не было значит надо было что вовремя у нас купить сварок и были бы великолепные огромные деревья вот это подвойные самые лучшие сливы вишни ой груши дело в том что сварок это случайно вот пока там есть много чего полчаса всего это все придет дальше выключается у нас получается сварок подвой для самых сладких груш вот и в данном случае вот это все мы выбросим почему долежали до мая до июня я все собирался фильм снять поэтому я их не выбросил уже чесноком проросли так это значит что еще одно раскрываем ой как тут темно у нас давай вот так раскрываем так ищем поклонами уже одни корни торчат видите вот они если видно не не надо ну давай хоть так вот ну что полоса то полоса мы не профессионалы мы выращивать умеем а вот фильм снимать мы не умеем следующее вот видите надо было их получить в марте не так феврале песке марте или в апреле высадить и стояли было бы сейчас тут сотня две прекрасных деревьев ну так уж получилось пока у нас люди говорят так мы лучше питомник питомники приходят и не задают ни одного вопроса вопрос один покажите дерево которого вот саженец на нем написано персик как в омске черешня покажите ни одного черешнего дерева нет ни единого вообще в омске нет ни одного черешнего дерева а саженцы если говорят на и написано морозостойки омске вот это путаница только потому что никто не хочет заниматься этим делом всерьез ну вот пожалуйста теперь так представляю дайте теперь я представляю свою творческую бригаду мне помогали вот значит дело в том что это начало пути мы будем и дальше этим заниматься всю жизнь заниматься вот начинаем как в армии с младшего по званию вот это значит тимофей николаевич мутуин пока мутуин надеюсь будет железов вот дальше идет иван фамилия у него советец отчество александрович вот очень даже я бы сказал милые симпатические лица вот и елена александровна савинич это моя главная помощница причем такая помощница которая имеет добрую сотню крупнейших журналов публикаций красный диплом я горжусь такими помощниками красный диплом на данный момент работает инженером в этом супер институте как он ну-ка университет науки и технологии мне решить него о красноярске который из ли они двух крупнейших университетов я его называю супер университет и аспирантка ну а что будет потом посмотрим но на данный момент одна из нескольких тех на всю россию которые умеют выращивать еще и саженцы остальные пишут так друзья у нас еще осталось немного времени давайте заглянем нашу кухню лен сам тоже не видела нам еще просто посмотрим что тут можно увидеть да мы видели китайки красно-синий мы сейчас фиксировали вот а это их соперница китайка красно-желтая они слаще но те как с этим более более подходящий подвой что ли в общем вот а это самый сладкий уссурийская желтая вот а что там еще у нас есть у нас еще есть чуть-чуть нет а это прошлогодние не проданы вот для чего лежат знаете это вам подарок дать что будет только здесь сайногорске в красном хуторе вы высадите и мы посмотрим пропали или нет вот внутренний голос говорит что нет что они живые все взойдут мало того зайдут скорее чем вот эти свежие так это аварикос амур был был нет там есть две и ассорти китайских слив а понятно это со всех деревьев подряд собирались ассорти маньчжурский аварикос так а вот это последнее мая супер нет не вот это вот я всем по 10 штук кладу и тут только тем кто меня за горло берет академик абрикос достань покажи какие плоды у него или косточки огромные у нас все равно еще время есть полца это халтура видно не видно давай на видное место сейчас вот надеюсь видно что это возвес со 100 граммов клада посмотри вот эти ну все ладно так ну и все еще кусочек кухни вот сувенир востока супер сорт вот сколько их тоже пора старифицировать вот вишня жуковская с генами черешни косточки не отличимы от черешни смотри начиналась вон и не видишь почти черная это дикая вишня а здесь мне все жалуются говорят вырастают плоды чаще вишневые но образы жалуются но листья как у черешни огромные вот это будущее сибири потому что сейчас только я говорил жительница это та самая тюмени да что в черешни у вас замерзнут а вот эти не замерзнут кстати вот всего помаленечку сколько я загноил фруктов сколько я загноил фруктов а я не туда показываю вот это вот это вот это вот это а вот лещина лещина она мелкая я испортил поэтому у меня нет каталога ну наверно будем заканчивать кому надо закажет каталог вот так и все что мы делаем мы сейчас отключимся и по такому же принципу на вторую банку мы сделаем сливы красно-желтые соперники красно-синий я до сих пор не могу понять какие лучше ну все друзья до свидания всего доброго до свидания до свидания помаши рукой тимошки у нас уже старый волк десятка фильмов вот это иван еще у нас недавно все до свидания друзья с рождеством